Лучшим водителем троллейбуса этого года стал Сергей Мамаев из Екатеринбурга. Сергей работает водителем 7 лет. Говорит, конкурсу готовился тщательно. Признается, самым сложным было справиться с волнением. Когда я проехал трассу идеально, да, время было скоростное вождение, время было 4.07, по-моему. Я собрался и проехал все чисто. За счет этого я понимал, что я должен оказаться по-любому в призерке. Конкуренция на конкурсе была нешуточная. За победу боролись участники из 32 городов России. Второе и третье место заняли самарские водители Сергей Василенко и Евгений Иркин. Состязание длилось два дня. Претенденты на победу сначала сдали теорию, а потом показали водительское мастерство. Самара принимает всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса» впервые за последние 20 лет. Для нас это был праздник. Мы хотели его еще сделать и для наших жителей, чтобы жители видели, что к нам приезжают гости из других городов, смотрят на наши достопримечательности, гуляют. И, конечно, чтобы популяризировать эту профессию, потому что точно понятно, что трамвай и троллейбус – самый экологичный вид транспорта. В начале следующего года в Самаре появится 22 новых троллейбуса. Их закупят на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ими будут управлять лучшие водители ТТУ и, конечно, самарские лауреаты конкурса. Мы предполагаем, что это будут троллейбусы, максимально отвечающие современным требованиям об удобстве и комфорте. Это низкий пол, конечно же, чтобы маломобильным гражданам было удобно. Это приятные сиденья, удобные и выполненные из всех возможных материалов, которые не горючие и так далее. Победителю всероссийского конкурса профессионального мастерства вручили денежный приз в размере 300 тысяч рублей. За второе место – 150, а за третье – 50. Елена Малютина, Максим Гусев. События.